Новые здания, кварталы и районы постоянно меняют Москву. В этой программе поговорим про московские скайлайны. Сделаем мы это на примере трёх точек высоты, трёх небоскрёбов. Линия горизонта в Москве – вещь изменчивая. Но так было не всегда. Долгое время в Москве была лишь одна высотная доминанта. Мы в Музее архитектуры имени Чусева, а наш собеседник – директор Елизавета Лихачёва. Мы разговариваем про скайлайн Москвы. Расскажите, как он менялся со временем. Собственно говоря, первое высотное здание в Москве – это колокольня Ивана Великого. Нам построили итальянцы. Это вот она. Да. Долгое время колокольня Ивана Великого была самым высоким зданием Москвы. Более того, считается, что было запрещено строить высший Ивана Великого. На самом деле, это не так. Дистроли традиционно. Она ещё стоит на довольно высоком месте. Кремль-то на холме лежит. Собственно говоря, эта вся история продолжалась в Москве достаточно долгое время. Приблизительно до начала 20 века. В начале 20 века появляется высотное строительство в Москве. И это уже, как говорится, другие технологии, другая история. С этого времени, а также после возвращения Москве статуса столицы, город и начал меняться. Особенно заметными изменения стали с середины 20 века, когда в столице началась большая стройка. С этого момента город начал расти вверх. Это хорошо видно по архивным фото. Вот это вид на дом Нерзея, или тучерез Нерзея знаменитый, который состоит сейчас в Большом Дензиковском переулке. Вид от колокольня Страстного монастыря, соответственно. Это церковь Дмитрия Соломского, которая стояла перед ним. Вот памятник Александру Сергеевичу Пушкину, который просто для нас стоял раньше в начале Тверского бульвара. Вот тот же самый вид, снятый через 20 лет после предыдущей картинки. Практически с того же места. Уже нет монастыря. Его снесли в 1937-м. Вот памятник Александру Сергеевичу Пушкину. И дом, знаменитый дом под юбкой, который просто закрыл полностью дом Нерзея. Еще более стремительно меняться скайлайн Москвы начал в 21 веке. Только строительство одного комплекса Москва-Сити чего стоит. Возможно, один из самых ярких примеров изменения скайлайна – Большая Дорогомиловская улица. Можно сказать, здесь две линии горизонта – 20 века и 21-го. Сегодня деловой центр Москва-Сити в районе Пресненской набережной – одна из новейших достопримечательностей города. К 2021 году комплекс образует почти 20 небоскребов. Кстати, про современные небоскребы. Давайте поговорим о них через призму классификации. Какие вообще сегодня есть и будут небоскребы в столице? Отвечает коммерческий директор «Капиталгрупп» Петр Исаев. Эта компания построила 45% объемов в Москва-Сити. А сейчас активно строит высотки и за его пределами. О трех точках высоты поговорим на примере этой компании. Говорим про небоскребы. Какие вообще типологии небоскребов бывают? Типология небоскребов – это как раньше было, когда они делились именно по типу недвижимости. Жилой, офисный, гостиничный небоскреб. Но потом экономика процесса, эволюция рынка показала, что это в корне неправильно. И начали смещаться в сторону многофункциональности, потому что это и эффективнее экономически, и более привлекательны людям. По классам небоскребы – это всегда премиум класс? В большинстве случаев – да. С эволюцией рынка недвижимости, доступности технологий, все границы между классами стираются. То есть сейчас в бизнес-классе небоскребов, например, небо, применены такие же технологии, как применялись 10 лет назад в премиальных классах небоскребов. Продолжая говорить о типологии московских небоскребов, как именно высотки меняет скайлайн-столица, начнем с башен комплекса ОКО в Москва-Сити. И это будет точка высоты номер один. Из апартаментов в ОКО можно любоваться любым районом Москвы. Самые впечатляющие виды – в сторону Поклонной горы и Кутузовского проспекта, а также в сторону Красной Пресни и Кремля. Кстати, виды – это важнейшее составляющее при покупке апартаментов в Москва-Сити. У нас есть такое внутреннее понятие в департаменте продаж, что такое свой уровень высоты. Это комфортная тебе высота. То есть человек, приходящий в небоскреб, он четко понимает – да, высоко, да, это небоскреб. Он уже понимает, какой ему этаж комфортен для жизни, какой он хочет видеть вид из спальни. А покупатели и жители Москва-Сити в ваших проектах предпочитают какую сторону смотреть и любоваться городом? Сити считается, конечно, в сторону, получается, Украины, Кремля, Белого дома. Этот угол считается золотым. То есть у каждой башни он свой, этот золотой угол. Но есть люди, спокойные, относящиеся к виду куда-то, им нравится смотреть внутрь сити. Очень много, например, проектов, которые смотрят на сити, и для них в этих проектах, которые рядом по пресне раскиданы, считается золотым углом. Итак, небоскребы – самые знаменитые строения, которые меняют городской скайлайн. А Москва-Сити – самый высотный район в городе, который видно практически отовсюду. Однако Москва-Сити – далеко не единственный московский район, который растет вверх. В 2017 году количество небоскребов на рынке новостройок Москвы увеличилось более чем в полтора раза. Сейчас в продаже насчитывается 47 проектов, в которых как минимум один корпус или весь комплекс выше 100 метров. При этом на долю высотных новостройок приходится 19% от всех квартир и апартаментов в продаже. Двигаемся дальше. Следующий тип московского небоскреба – жилой. К таким небоскребам можно отнести Capital Towers – высотный комплекс, который возводится на Краснопресненской набережной. И это наша символическая точка высоты номер 2. Capital Towers – это три жилых башни высотой от 265 метров с квартирами. Благодаря Capital Towers изменится и сам вид Москва-Сити. Впрочем, это уже видно и сегодня. Башни практически достроены. Небоскребы, с одной стороны, самое высокотехнологичное строительство, с другой – самое трудоемкое. Очень много невидимых деталей, которые важно рассчитать с максимальной точностью. О проектах высотного строительства Capital Group рассказал исполнительный директор компании Михаил Хвесько. Для этого интервью съемочной группе пришлось подняться на самый верх одной из строящихся высот. 26 этаж. Нам еще 40 этажей вверх. Я очень боюсь высоты. Ой, нет, я не боюсь. Мы сейчас на каком этаже находимся? Это 62 этаж, башня Сити. Вторая башня из трех в этом комплексе. Оказывается, я боюсь высоты, на самом деле. Мне очень страшно. Давайте поговорим про стройку, строительство Небоскреба. Насколько трудоемкий процесс? На самом деле он очень трудоемкий. И все начинается от листа бумаги, на котором это рисуется, заканчивая вот этими мероприятиями, как сейчас, которые тоже достаточно энергозатратные. В таком холоде, вы представляете, работать на этой высоте, когда здесь снег, лед – это, безусловно, очень тяжелая задача. И каждый блок этого здания поднимается сюда по кусочку, на подъемниках, на лифтах. Поэтому это колоссальный труд. Ну, а сколько в среднем занимается строительство одного этажа башни? В целом мы укладываемся где-то в 7 дней этаж. Если мы проходим технический этаж, где очень материалоемкая, бетоноемкая конструкция, очень много армирования, то там можно один этаж вплоть до месяца делать. А для российских строителей Небоскребы строения – это уже привычная форма строительства или это штучный товар? Я бы сказал, что Небоскребы строительства еще остаются штучным товаром, потому что требует очень широкий спектр компетенций, знаний. И это требуется во всей цепочке всех организаций и лиц, задействованных в этом процессе. То есть, начиная от девелопера, от застройщика, заканчивая уже непосредственно рабочим на стройке, это все специализированные люди, специализированные сотрудники, проектировщики, строители. Вся цепочка задействованных людей в этом процессе – это уникальные специалисты. Кстати, по данным риэлторов, прямой, близкий и ничем не загораживаемый вид на Москва-Сити делает любую квартиру в Москве дороже на 15%. В этой связи изначально будут выигрыши владельцы квартир в жилом комплексе «Бадаевский», который возводится на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода на Кутузском проспекте. Это парящий или горизонтальный небоскреб на 35-метровых изящных колоннах. И это, можно сказать, третий тип московских небоскребов или точка высоты номер три. Вот там, если вниз посмотреть, вы начинаете строительство Бадаевского. Его можно назвать небоскребом? Я считаю, что Бадаевский может легко быть охарактеризован как горизонтальный небоскреб, именно потому что он находится на грани, на рубеже возможного. С точки зрения технологий, с точки зрения деталей, внимания к деталям. Масса разных инноваций, необходимых для реализации этого проектного решения, этой архитектурной задумки. Архитектурная концепция Бадаевского, ее можно назвать беспрецедентной, была разработана швейцарским бюро лауреатом Притцерской премии «Херцог энд Демирон». И уже получила международное признание на Всемирном фестивале архитектуры. Проект объединяет исторические здания завода и футуристические парящие дома в единый квартал, который станет самой новой достопримечательностью и одним из символов Москвы. Важно, что это не каменные джунгли, которые формируются, а это и квартальная застройка со своим парком, продуманные, вот только как «Херцог энд Демирон» может быть в нюансах того, как сформировать удобную и общественную жизнь, и свою такую приватную, социальную. Конечно, тут виды есть практически во всех квартирах. Это вот наш второй проект, где нет квартир без видовых характеристик. Первый этаж у нас это на уровне 35 метров, это приблизительно где-то 10-этажный жилой дом. Все это возвышается для того, чтобы дать возможность сохранить визуальный ряд Бадаевского поваренного завода со стороны Москва-реки. А вид на Москва-Сити из Бадаевского важен? Да, там практически как раз все квартиры вот той первой очереди, она практически вся ориентирована в сторону Москва-Сити. Шикарные виды, да? Да, да, очень красиво. Это у нас первый этаж с птичевого полета. И в этом плане большой вопрос, где жить лучше? В городе и с видом на Москва-Сити? Или в Москва-Сити и с видом на Бадаевский? Совершенно не очевидно. Ну что ж, на этом все. Это была программа «Небоскребы». Оставайтесь с нами.